Тема 759. Глазированное печенье. Я не смогла пройти мимо бизнеса, который создает глазированное печенье. А почему? Потому что это отличная идея, из одного рецепта делать большое разнообразие печенья, которые нравятся детям и взрослым, как признается владелец бизнеса, канатка Жаклин Лонг, дети просто визжат от восторга, когда видят это печенье. Нужно только менять форму и цвет глазировки. И под вашими руками получатся то герои любимых мультфильмов, то любимые игрушки, то угощение на тематический праздник, то вообще нечто оригинальное. Сначала можно заготовить, или заказать у работающих пекарей, целые корзины чистого печенья. А потом, одни покрываются одним изображением, другие – другим. Наличие самых разнообразных пищевых красителей позволяет создавать совершенно разные изображения, для любых людей, для любых событий. Это может быть печенье для совсем маленьких детей. Оригинальное печенье для более взрослых детей. Печенье вообще сделано на заказ, подарок молодого человека своей девушке после совместно проведенного путешествия. Печенье, заказанное одной компанией со своим логотипом, наверное, для того, чтобы угощать им своих клиентов или партнеров. Также корпоративное печенье, похожее на визитную. Карточку. Я очень люблю печенье, и люблю искать новые вкусы. То, что у нас продается в магазинах, уже надоело. Либо это иностранное, совершенно безвкусное печенье. Либо традиционное, юбилейное, уже не интересное, или, любятого, тоже ничего особенного, либо этого печка какого-нибудь местного пищекомбината или продукция пищекомбинатов из соседних областей, это обычно имитация тех же московских производств, то есть ничего интересного, только качеством похуже. Вот такое веселое печенье я бы обязательно купила. Да хоть что на нем было нарисовано, лишь бы оно было яркое, песочное и сладкое. Неудивительно, что бизнес молодой предпринимательницы. Сразу взлетел, настолько ее продукция была положительно воспринята абсолютно всеми. Кстати, начинала она своим бизнес параллельно с учительствованием, будучи еще матерью двоих детей. Потом у нее родился еще один ребенок, и ей пришлось оставить свою работу, чтобы посвятить все свое время бизнесу, и детям. Своё печенье она пекла сначала на своей кухне, затем начала арендовать коммерческую кухню. Она очень правильно упаковывает свою продукцию в небольшие длинные и прозрачные пакеты. Во-первых, в таких пакетиках все ее печенюшки отлично видны. Во-вторых, они сгруппированы по тематике, что повышает. Ценность пакетика для покупателя, ведь он покупает не просто еду, а коллекцию. Сегодня предпринимательница зарабатывает не только продажей своего печенья, но и проведением мастер-классов по его раскрашиванию, это говорит о том, что это не настолько трудно. Причем, как я поняла, у нее нет своего помещения для проведения мастер-классов, ей приглашают сами организации провести это мероприятие на своей территории. Все фотографии я взяла из сайта предпринимательницы, тейна-тины-бакеры.ком, и из ее инстаграма, instagram.com.bara.teyna-тины-бакеры.bara.com. Так что если вы научитесь делать подобное печенье, а в инстаграме предпринимательница есть видео, как она это делает, если у вас достаточно фантазии, чтобы предлагать потребителям разнообразные формы и изображения, то вы смело можете брать эту идею на вооружении. У такого печенья будет большой спрос. PS. Формочки для своего печенья предпринимательница покупает у другой компании, Trollomat Plastics.com, которая печатает их на 3D принтере. Эта компания сначала печатала их для себя, они тоже делают подобное печенье. Потом спрос на такие формочки настолько возрос, что эта компания купила еще 3 3D принтера, для удовлетворения спроса, у них на инстаграме, instagram.com.bara.trollomatplastics, более 42 тысяч подписчиков. Кстати, у уже упомянутой канадской предпринимательницы Жаклин Лонг тоже очень много подписчиков в инстаграме. Более 35 тысяч, больше, чем лайков в фейсбуке. То есть этот бизнес можно эффективно продвигать через инстаграм, и это понятно, к такому яркому и многообразному печенью мало кто останется равнодушен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok